И сейчас коротко о главных событиях. Марио Драги. ЕЦБ будет действовать решительно в случае угрозы ценовой стабильности в еврозоне. Рынок нефти. Министры Саудовской Аравии и России обсудят ситуацию. После санкций Иран продолжает увеличивать объемы добычи нефти. А теперь подробности. Министры Саудовской Аравии и России во вторник обсудят ситуацию на мировом рынке нефти, сообщает Глумберг. Встреча министра нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али Аль Наиме и главы Министерства энергетики России Александра Новака состоится в Дохе и будет иметь приватный характер. Некоторые страны ОПЭК выступают за проведение внепланового заседания с участием стран-экспортеров, не входящих в картель. Целью этой встречи должна стать выработка скоординированного плана действий по снижению объема добычи. Однако ряд стран пока не дали своего согласия на проведение экстренного заседания. По словам Александра Новака, еще в конце года некоторые страны-экспортеры предлагали снизить добычу нефти на 5%, но консенсус по этому вопросу в настоящее время не достигнут. Иран после отмены санкций в январе 2015 года увеличил добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Такая информация была получена от директора иранской национальной нефтяной компании Рукнаддина Джавади, заявление которого последовало сразу после отправки в Европу первых танкеров с иранской нефтью в объеме 4 миллионов баррелей. Джавади также отметил, что Иран готовится к дальнейшему увеличению производства нефти еще на 200 тысяч баррелей в сутки. Руководство этой страны после снятия санкций заявило о намерении до конца текущего года увеличить добычу еще на 500 тысяч баррелей, чтобы выйти на уровень производства порядка 4 миллионов баррелей в сутки. Эксперты прогнозируют, что в феврале Иран сможет поставлять на экспорт 1 миллион 400 тысяч баррелей в сутки. Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сообщает о завершении слияния с британской нефтегазовой компанией BG Group. С 15 февраля BG Group вошла в структуру Shell. В сообщении говорится, что это очень важный момент для Shell. Это слияние объединило два портфеля активов мирового класса для создания более конкурентоспособной компании. По словам главы Shell Бена Ван Бёрдена, компания приобрела производственные нефтегазовые проекты в разных странах, включая Бразилию и Австралию, и намерена сосредоточиться на глубоководной добыче и снижении природного газа. Доказанные запасы нефти и газа Shell увеличатся на 25%, добыча вырастет на 20%. Слияние компании усилит позиции Shell на рынке сжиженного природного газа. Прогнозируется, что объединенные мощности компании к 2018 году будут составлять в год 45 млн тонн по сравнению с 26 млн тонн мощности Shell в 2014 году. Ну а Европейский центральный банк будет действовать решительно, если потрясения на финансовых рынках или снижение цен на импортируемую продукцию создадут угрозу для ценовой стабильности в еврозоне, пообещал председатель ЭЦБ Марио Драги, выступая в понедельник на слушаниях в Европарламенте. Глава ЭЦБ сказал, что в свете недавних потрясений на финансовых рынках мы будем анализировать состояние передачи импульсов денежно-кредитной политики, финансовой системой и в частности банками. Драги отметил, что ЭЦБ готов принять меры, чтобы обеспечить благотворное влияние на реальную экономику уже реализуемых программ. Он отметил, что ухудшение настроений на рынках и усиление волатильности приобретает все более выраженный и долговременный характер. Говоря о мировой политике, Драги подчеркнул необходимость продолжить процесс ребалансировки, чтобы обеспечить устойчивый рост в среднесрочной перспективе. Он также сказал, что ЭЦБ рассматривает возможность отказаться от банкноты номиналом в 500 евро в целях борьбы с организованной преступностью и уклонением от уплат наглогов. Банки Лондона увеличивают штат сотрудников для прослушки телефонных разговоров трейдеров. Как показала практика, самым надежным методом контроля является ухо. Автоматизированные системы человек может перехитрить, используя жаргонные слова и трейдерские шутки. Сообщается, что для прослушивания телефонных разговоров и просмотра почты в банке работает около 50 человек. В 2016 году предполагается израсходовать 156 миллионов фунтов стерлингов на прослушку. Принятие банками столь серьезных мер контроля стало следствием ряда скандалов, связанных с мошенничеством на валютном рынке. Прослушивание телефонов для предотвращения валютных махинаций осуществляется не только в банках Великобритании, но и во многих других странах мира. Тем временем лондонские инвестиционные банки сокращают персонал подразделений по торговым операциям с облигациями, сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным рекрутинговой компании Michelangelo Search, под сокращение попали наиболее опытные специалисты. Так, около 70% трейдеров рынка облигаций, уволенных в 2015 году 12 самыми крупными лондонскими инвестбанками, работали в финансовой отрасли более 10 лет. Чтобы получить прибыль в условиях ужесточения правил после мирового финансового кризиса, банки ради сокращения расходов жертвуют более опытными и высокооплачиваемыми специалистами. В трейдинговых подразделениях наблюдается неуклонное снижение среднего возраста персонала. Как сказал TeamSkid, работающий на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом уже 35 лет, в Лондоне происходит омоложение банковского персонала, поскольку финансовые организации больше озабочены сокращением расходов, чем выручкой. Торекс Телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...